Возьмем ультрамаринчик, возьмем розовинку и плотно, не сухомятку, плотно с веществом, пройдешься, создашь эту абстракцию фонового пятна. Где-то с намеком на свисающую ткань, где-то с намеком на складки свисающей ткани, где-то с намеком на штрих ткани. Ткань любит штрих, поэтому где-то с намеком на штрих. Если что, добавляй сюда влаги, чтобы она не была слишком вязкой. Поскольку там рябит, нам ничего не остается делать, как набрать эту рябушку. Скупее, чем там, потому что самые мы уже будем дорисовывать пальцем в пространстве. И ты видишь сразу цветки на лицо. Их даже рисовать не надо, надо просто повращать пальцем. А вазочку наметить сразу? Когда ты накидаешь фиолетовинки. Ты возьмешь зелень. Может быть тоже с березовой возьмешь. Зелененький возьмешь. Сначала голубой, коричневый. Баз тебе вот эту темнятинку. Потом плюс желток. Нашвыряешь, нашвыряешь. Сам стеклянный предмет, когда ты накидаешь и того, и другого. Возьмешь и того, и другого. Спустишь. Дашь штрих по цилиндру, и поставишь блик. Но я шучу. И продолжишь уточнение уже такого характера. Ноги этих стволиков, посмотри, что делаешь. На раз, два, три. Да? Мы как бы сверху смотрим на него. Вот по такой тройке. Смотри, как ему красиво быть наклоненным. Вид сверху. Возьмешь цветнотики и намигаешь ими. Вот такими цветнотиками. Желтыми, оранжевыми, розовыми. Чуть-чуть намигаешь. Пальцем, если помнишь, я доставал вот эти вот следочки. Подоставай их тоже. Хорошо? Потом, да. Сначала сделай какой-нибудь просто пируид фиолетовый, а потом возьмешь разбил и в этот разбил метнешь. То есть штука мутная и там мастихину делать нечего. И обязательно эти ноги, ноги растений, вот они, вот они. Вот они, смотри, прямо палец сам очень умно раздает. Не надо делать мастихиновые укладки. Вот она. Мастихином ты можешь, единственное, что здесь подложить. Блики? Да. Вот эти внизу какие-то, чтобы мутность это вполне выразилась. Некоторый намек на толщину стекла снизу. И когда донакидаешь вот этих вот подробностей, ты можешь чуть-чуть вдоль веточек, дать борозды, оно выразит те веточки, которые ближе к нам, что они имеют толщину и как бы прорисованы. Но потом все это, особенно когда красочка станет, а красочка станет, ты возьмешь некий разбил. И немножко этим разбилом перебьешь. Появится как бы поверхность стекла. Не обязательно по всей длине, можно только по верхней части. Тоже подложить что-нибудь, да. И вот это. Вот это. Там у них еще есть линия воды, которую можно обозначить. И там вообще нет блика. Но нас такая ситуация не устраивает. Мы возьмем и подложим блик. Может быть даже в форме окна. Ну окна. Крестовины окна. Вот. И тогда будет очень понятно, почему свет пробил насквозь и там уперся. Сюда? Ну да. Ну просто здесь белый будет кричать. Отчасти потом выйдут вот эти звуки отсюда. Вот эти. Вот такие полосочки выйдут. Вот такие. Вот они. Посмотри. Причем старайся где-то, где возможно хулиганить. Вот прямо есть кое-где направления, в которых можно похулиганить. Вот они лепестоники. Вот они. Прикольно так? Да. Давай так. А с цветами пока не трогать. Ну ты сейчас уже что-то набрала. Хорошо. Можно чернявочки вот этих мест дополнить, чтобы каркас темного схватил букет, чтобы он не был аморфным. То есть чуть-чуть чернявочек нашвырять. Зеленый с коричневый-голубой. То есть он даст вот эту глухоту темного. Ну это только в этом месте. Вот это же какой-то такой, да? Там этого, конечно, нет. Угу. Там цветоники, цветоники. Так. Вот эти. Потом ты вот так вот подшкребешь. Ну это вариант о нитиных глазах, насколько я понимаю. Это нет. Это называется желтый. Подшкребешь и вгонишь беляки этих светленьких цветоников. Уже мастихином, потому что трудно будет преодолеть не мастихином. Да? Угу. А там уже уточнишь серединку. Или теневого. То есть ты видишь, прямо по такой траектории пошла сюда теневая. То есть свет и оттуда каким-то образом бьет. Можно нахитрить. Потом на плоскости вот этот свет тоже отбросил. И можно показать прямо отброшенность светлого пятна в ту сторону. Ну и вот эту тенистую, наверное, все-таки как отраженное пятно подложить. Вот эту темнилочку, ага. Темнилочку, может быть, подсадить для того, чтобы появилась геометрия окружения. Тем более, что вечно цветы вокруг каких-то геометрий окна и прочего, и прочего. А сюда метнулся свет, ты понимаешь? Вот тот же свет, вот туда метнулся. Тоже прикольно. Ну пощупай, пощупай. Ну уже прикольно, да? Вот эти вот. Там где-то палку какую-нибудь воткни. Геометрику чуть-чуть сквозь ткань, которая закрывает окно. Маленькое, допустим, проявление геометрии. Давай такое. Вот эти. Если этот холодноватый, да, то этот теплый. Ну перемолоть на желтый. На желтый плюс коричневый. Ну жуткий цвет. И вот что это вообще за солома? Ты ж помнишь, сначала пальчиком вытащим на мутном, на мутном. На этом уже ничего не вытащишь. Это надо перемолоть на мутном. Помнишь первый вход? Угу. Тогда вот это мутное разрезается более конкретным. И тогда в это более конкретное можно чуть-чуть, не вот так, а чуть-чуть. Ты понимаешь? Угу. И тогда совсем другое дело. На желтый. Так. Очень много пластили на краске без результата пока. Значит, напомню, изначально мутнятина. Ну беречь там нечего было. Там страдать не от чего, потому что надо просто пятно превратить в человеческое. Тоже вот проговаривал я желтый с розовым, ой, коричневым. Никак-то не произошло. Да. Видимо волшебно. Просто какого цвета эти веточки? Ну конечно же зеленые. Вообще ничего. Но зеленые-то. Мы-то привыкли, что зеленые это вот это. А зеленые это и вот это. Но поскольку мы привыкли, что зеленые вот это, оно все стало вот такого едкого зеленого цвета. Так, сейчас делится. Губочки. Пальчиком. Пятно рисуешь. Не рисуешь содержание пока. Губочки. Губочки. Где, где? Нет. Нет, нет. . как раз не очень хочет давать уроки и так подписать она не против а вот подавать уроки не за что стесняется у тебя есть мой телефон у меня в интернете полный беспорядок есть правда сайтов и там все все вы не успевает идентично написать чтобы получить проценты так в этом месте завтра последние занятия ну был такой переходный период был переходный период когда питер перестал ходить а москва резко усиливать из этого момента там суббота воскресенье есть будни и дни там и там все есть то есть мутата теперь плюс вот эти ноги конечно несколько замученное уже просто поэтому не так все вкусненько как хочется но тем не менее лепесточки которые внутри этих стволиков идейка до плоскости воды чем не обязательно от края и до края ее рисовать можно обозначительно истерзанное место не нормально можно потом мобильники так и 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 вот можно несколько усилий там этого нет но это как бы игры рисунка когда мы берем и усиливаем щель между одной одним предметом и другим да вот это щель она сразу выявила касание место касания у шарика у него естественно но все с большим напряжением в какую-то точку поэтому фразу шарикообразно теперь эти темноты вот и и горлышко и вот стволики которые ушли в это горлышко плюс у нас планировался планировался блик ну что стекло любит блик через кого кого а этот самый будем будем но поскольку там уже краски довольно много то мы другим способом смазываем произведем да то есть мы должны обозначить стекло вот таким например действием плюс плечок на вот этой поверхности тоже плечок звонкость блика звонкость блика да порешала вопросы но не только вот эти вещи но и смотри торчалки листиков которые там вышли сюда смотри смотри какая-то веточка выползла оттуда какие-то лепесточки это те которые уже снаружи сопличику дать тоже эти же сопельки по распрыгались и там вот плюс цветочек который вы здесь вот он вот смотрел прямо вот по такой траектории ки змеечка и вышел и здесь сформировался сформировался давай так так например то есть в унисон этим густоцем подбрасываем густотам цветкам потому что цветки были только пальцем набраны и это них не додает им так сразу раз и она уже в целом какие-то такие звучит она вся состоит из звуков но несколько цветков надо прорисовать чтобы было ясно о каком растении идет речь вот этого сейчас я пытаюсь нарисовать прорисовать как вот это как это это и это 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 и и это 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 Фоном можно обрисовывать все это добро и тоже возвращать заслоненность. В общем-то все правильно шло. Смотри, я все время применяю несколько инструментов, то есть интереснее, когда несколько. Можно даже сюда. А вот эти вот, что ли, ну туда вот идите, вот эти, совсем малыши. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И отраженница. И перебитость плоскостью. А в вентиляторе. Смотри, на мой взгляд там сидит. Те, которые в самом начале. Меня захватила волна. И твои пальцы не делали, просто не проще. Это специально передостерка. А вот подписывать это вообще будет. Вы их выбираете. Мне нравится. Мне нравится. Можко его повернули. Можко его повернули. Это только сейчас поняла, куда он плывет. Представляете? У меня переклинилось на голову. Я думала, как странно. Я не могу это. Вот сейчас только я живу. Хорошо, что еще спросить. Приехали бы и все. А если не могу? Мож не так, как надо. Не так. У меня не лежит нос вот сюда. А когда я его переверну, я увидела, что он лежит туда. И думаю, ну, уже ли он туда плывет. Я-то его жду, что он ко мне же плывет. Алый парусат, что ко мне плывет. А они как-то от меня. У меня идея была, что встречать же надо. Просто ни к чему там белый на белом лепесток. Пусть там будет еще один цветной. Где ты пошел? Уже вот это вот мое. Цветание. А у меня воно спрямо или не надо уже? Да, в принципе. Воно спрямо. Хотя бы начинающееся что-то. наоборот. Мутное, а не острое может быть. Какая-то, может быть, почечка, из которой планирует появиться цветок. Почечка, из которой планирует. Пустяк, а сразу да. А сразу весело. Планирует только. с боковым освещением не очень. Давай я его попробую увидеть. Более добрых обстоятельств, вот здесь, например. Красота. Кстати, если что, то есть не спала вот сейчас. Например. Просто вот жалко, прям вот у меня, на самом деле, вот кусок, где лежит цветочек, вот именно в эту сторону. Правильно.